так и сегодня у нас гостях ахмед ахмед из намангана ахмед профессиональный повар здравствуйте отмет расскажите пару слов в себе я действительно повар с манекретным большим опытом всю жизнь проработал поваром учился сейчас как видите мы начинаем готовить плод для этого надо морковку рис хороший подобрать чесночок конечно мясо желательно баранина для бурманов чтобы хороший плов получился у вас должен соответствовать обязательно коза коза должен быть самый лучший это у нас самый лучший коза можно пригодить в кастрюле можно пригодить в другом чем-то но это уже получается не плов вы можете его назвать плов но это не плов плов должен соответствовать всему это восточная недорога детская поэтому коза должен быть самый лучший мы начинаем готовить плов для этого берете морковку чтобы длина соответствовала 6-7 сантиметров длиной чтобы резали когда длинный морковь он очень красиво смотрится пловый лапс если не лапс так что можете обратиться если хороший плов хотите приготовить обязательно у вас должен быть нож хороший соответственно ляган называется вот и конечно казан все я нарезал морковь они все одинаково ну да крупно нарезано да пожалуйста дальше берем мясо берем лучок кусочки это специально плова взятый год и пика сахарная взять на хорошее место но все чурка замок уже покернел сейчас уже солью масло готовить в этом казане мы будем готовить 1 1 1 1 готовить блюдо плов то есть этот казан только после прокалки многие говорят что первое блюдо плов нельзя делать в казане это говорят как вопрос когда казаны другие уметь надо готовить его немножко прокалить его правильно чтобы слой был хороший вот казанчик наш потернил это значит что здесь есть уже масками и жирный слой как видите мясо очень хорошо свежее по виду видно да хорошенько мясо целый баран этот ягненок 20 килограмм это как бы но уже больше не стоит потому что ягнята это 15-20 килограмм это самое вкусное аппетитное там полезное мясо со всех сторон то есть она не она у него нет этого запаха как у старого барана или рожавшие овцы вы правы не вы очень правильное самое вонющее мясо это мясо мясо будет рожавшие от овцы тоже баранина но очень сильный и резкий вот этот запах можно уже начинай на час я солил масло тогда иначе он готовый новый казан как он покрылся своим слоем жиром вот этим флоповым маслом можно уже практически все готовить все еще а хорошо сейчас все сольем и начнем так вот у нас ахмед промывает рис конечно у нас это восточный как говорится в большом солнце он вырос вкусливые качества обязательно другие вкусовые качества очень лучше наш лист отличается в том что крупный во первых вот видно даже более глинистый потому что у нас глина желтая поэтому качество у нас самый лучший мы так считаем на этой мере наш лист надо обязательно посмотреть убрать там промыть три раза обязательно это обязательно порядке надо промыть три раза а потом замочить теплой водички перед жарко обжаркой вот этот вот ну то есть лист и обычно замачиваешь промываешь после того как наверх морковь да 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 вот где-то полчаса у нас стоит водички он более мягкий становится чтобы приготовить быстрее и вот все весь процесс сейчас мы вам покажем как уже будем жарить мясо ну все дела вот я сейчас просто уже один раз промыл это уже второй раз как вы видите отталкиваем водичку потому что если не будете промывать у лица есть свой свой как сказать красмал если хорошенько промыть рыжь красмал уходит если не промоете у вас клов будет липучий будет прилипать друг другу как каша у вас будет получаться поэтому этот процесс надо обязательно делать вот смотрите 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 как я промоем вниз вот вздеваю опять водичку пока вода не ставит не ставит прозрачный как вы видите уже вода становится прозрачной вот вот прозрачная чистый рис можно использовать вот на этот наш все вот этот продукт уходит для плова настеша 350 грамм масла так здесь у нас скажи пожалуйста ахмед на какое количество людей на насколько порции ты делаешь и сколько чего у нас получилось тут можно сказать полторы килограмма риса полторы килограмма мяса тела 700 морковка 3 пучка чесночка это у нас получится на порции 15 но порция на сколько грамм грубая 300 по-разному где как у нас узбекистан я имею ввиду самые любые блюда это плов 300 грамм этот мальчишки сидят у нас 500 грамм самый меньше ну да если в столовом кафе взять порцию можно и 300 грамм и 350 грамм вот где-то в этом можно отдавать ну то есть где-то 7,5 килограмм плова да ну это да это самый больший не готовый вид если готовый вид это меньше чуть-чуть пропали прожарится но рис ведь очень сильно разбухнет то есть объем увеличится объем увеличится но килограмм не увеличится поэтому берем конечно уже можно добавить масло пожалуйста тут у нас 1,5 килограмм рис поэтому я наливаю 400 грамм ахмед ахмед скажи пожалуйста в этой бутылке был осадок вот этот осадок нужно взбалтывать бутылку перед употреблением или не нужно чтоб осадок попадал в еду это от самого масла это зависит это масло густая поэтому осадок это не там ни концентра от ничего нету это тут ничего плохого нету его взбалтывать не надо когда уже начнешь наливать он уже сам пойдет вперед и в казан попадет поэтому хлопковое масло самое лучшее я считаю мы вывезли на этом вот процесс теперь берем лучок обязательно пробываем расположено мы решили приготовить не кусочком мяса а вот как у нас делается большими кусками да классно большими кусками поэтому обратите внимание если вы в домашнем условии будете делать обязательно режьте на кусочки маленькие вот и пожалуйста делайте но дома не стоит такими большими кусками делать потому что процесс это уже другой чуть-чуть поэтому берем лук теперь быстренько нарезаем а в а проценты так а процент так Где-то грамм 200-300 лучка. Вот. Наберем лук, нарезаем мелкими кусками, или кольцами, можно сказать, и сажаем коза. Первым делом. Вот. Казиналю, немножко легче, не готово. Вот, не готово. Так, огонь увеличить надо нам. Чуть-чуть, потому что процесс это очень нужный. Так, а сегодня у нас в гостях Абдурашид, Абдурашидов, мастер Казанов. Абдурашид, ты нам хотел рассказать, ну, поздоруйся. Здравствуйте. Ты хотел рассказать, вот что-то ты мне начал рассказать про пахту. Расскажи людям про пахту, вот покажи, что ты, где чайник этот. Вон он стоит, да? Ну, возьми чайник. Расскажи, что ты хотел, вот ты мне начал рассказывать, я тебя не заслушал. Ну, вот этот чайник называется Узбекистан, город Наманган. Но этот стиль выходит на первые сделали Наманган. Вот, смотри, какая красивая. А еще только в Намангане делают пахту или еще где-то? Здесь еще делают Виштан. В Узбекистан почти все места делают. Такий чайник сейчас. Ну, все равно, на первый владел этот чайник, это модель. Наманган, город Наманган. Все, да? Да. Давай, чайник, хорошо. Все. Абдурашид, скажи, как вам удается делать такие хорошие казаны? Ну, это значит, семейные тайны. Ну, сделаем. Не будем рассказывать. Не будете рассказывать. Ну, вы... С вами в розетку можно пойти. Ну, вот. В принципе, это Абдурашид к нам пригласил Ахмета, повара, своего друга, старого из Намангана. И сегодня он к нам пришел в гости, потому что я попросил его, чтобы он рассказал, как делать правильный, настоящий узбекский плов. Лук, конечно, прожаривают до золотистой корочки, чтобы был вкус такой. прожареного лука. Вот тогда у вас плов будет самый настоящий. Хочу сказать. Сейчас у нас процесс идет жаркий. Вот. Казан, естественно, очень хороший. Я убедился, он, мастер рассказал. Действительно, я вижу, как нагретый опыт, вижу, что казан самый настоящий. Самый хороший. Мне нравится это очень. Он нужно наклонить немножко сюда, чтобы видно было внутрь. Когда она в эту сторону, в эту сторону камеры. Надо бы, я что-то и делаю. Ну все, лучок видно очень хорошо. У нас идет процесс жарки лука. Мы ждем, пока прожарится до золотистой корочки. Чтобы золотистый, золотистый. Самый вкус в этом это дает лук. Прожаренный, хороший лук. Ну, лук еще помогает. Мясо быстрее приготовить. Заметим. Чем больше лука кладешь, тем оно лучше, как бы мягче оно получается. Ну да, но чем больше тоже нельзя. Потому что лук само по себе больше дает немножко все равно к плютам другими. Поэтому естественно свой накладок, свой грамм имеется. Больше не можем кидать. Есть люди, которые думают, что много лука положу там это лучше будет. Нет, конечно. Там я свой калькуляцию. для плова это где-то 337 грамм. Лук это самый для процесса. Вот это на полтора килограмма. Поджариваем, конечно. Да, шумовка. Также хороший для плова очень часто. Вот то, что там сейчас продают в этих универсамах, всяких парковок, тоже одноразовое как будто. Берешь его в плов, потому что там у тебя полтора большой, когда тебя начинаешь жарить, сразу согинается, ломается. А это нет, это самый лучший. Прочный такой. Может там пять килограмм вы спокойно помешать. Так что мои рекомендации большого повара для вас, мои хорошие гурманы. За свою жизнь ты самое большое количество плова сколько делал? В каком казане или как? Сколько человек? Да, да. Я в своей жизни все всякое делал. Конечно, до 100 килограммов мяса. Это казан очень большой объемом. 300 литровый. 200 литровый казан есть большие. Это получается на человека ну не на человека а на пол где-то 600 700 на одном казане можно приготовить. Есть такие казаны у нас большие очень. И естественно для этой печи также большие. я могу приготовить на 200 человек с одним разом могу на 100 человек могу на 300 человек приготовить. Для этого если должен быть казан такой большой печь обязательно будет позже это все есть. Ну а если допустим на 100 человек делать дольше плов готовится по времени? По времени также что килограмм приготовил что действия приготовил что 100 на человек например 100 килограмм на 100 человек можно приготовить задаваться спокойно быстро спокойно вкусно вот поэтому это поэтому на и начали их использовать старые древние времена что на армию можно в одном казане приготовить сразу за полтора два часа еды на 500 человек на 600 да это зависит от повара зависит от его умения готовить быстро кастинг вот все процесс в этом так что не удивлять мои хорошие все можно для этого надо иметь только опыт и все спасибо как видите у нас лук пожалуйста золотого света пора уже начинать прожарки мяса естественно берем с большого куска мяса так если слишком большой берете нож естественно самый лучший нож так начинаем процесс покреете пожалуйста если большие куски берем нож пожалуйста вот мне лук и слег море м но не Добро пожаловать на наш канал. Так, мы мясо отпустили. Вы видите, у нас ножи такие специальные для резки мяса, для разделки мяса. А это специальный такой нож, что пинкли. И жилки можно взять, баранину взяли. Не нравится, можно так, раз так и быстрым образом. Вот, пожалуйста. Он очень быстро разделывает все вот эти жилки. Школу снимать, когда режете баран, барашку. Можно порезть вот так. Для этого специальный кончик такой, чтобы снять кожу. Вот. Такой нож приспособленный. И нож самый лучший, который используется для пищи. Быстрого резания. Это у нас выпускается, у нас есть город чувств на Мангане. Вот именно такие ножи специальные. Они очень острые, очень. Мы специально всегда используемся этим ножом. Как видите, у нас же рис окупает. Хороший рис у нас, это уздельский называется. Котан хороший, да, можно ставить. Котан хороший, да, можно ставить. Вот, теперь я у нас покажу. Ну, я у нас цель не надо, да. ох какие зажаристые аппетитные кусочки красивенькие зайдем минус 3-4 Вот прогаривалось мясо хорошо, такой золотистой корочкой. А потом уже морковь нужно. Огонь должен, соответственно, повышенную температуру. Зажарите. А потом уже заливайте воду. Если он так закипел, надо уменьшить огонь, чтобы он закипел медленным образом. Сейчас я буду показывать это всё. О, какое аппетитное мясо! Такой запах, такой локошный, знакомый нам. Здесь что, да? Конечно, можно приготовить из любого сорта мяса. Но, если хотите, чтобы вкусный самый слог, это баранина. А правда, что ещё от баранины долго чувствуют сытости? Да, да, да. Потому что я как поям баранину, я 6 часов потом кушать не хочу. Это баранина, видите, с расслойками, с жиром своим, поэтому он очень такой сытный и аппетитный получается. Человек всегда чувствует сытость, бодрость и силой. Поэтому у восточных людей не меньше четырёх детей. Потому что он всегда едет баранина. Всегда, всегда. А с чем он связано? Ну, я же говорю, это даёт бодрость, силой. Самая настоящая мужская еда – это баранина. Я так считаю. В покой веков наши дяди и прадеды всегда ели баранину, держали специально отхармливую баранину для этого события такого. Тут нет никаких консервантов, никаких других вещей. Самая настоящая от природы сила, могу сказать. У нас уже прожарилось мясо. Какой румяный такой, ой, какая аппетитная выглядит. Вот и процесс уже, как сказать, прожаренный мясо закончен. Теперь даём очередь морковке. Как видите, морковка у нас нарезана одинаково. Одненько длинные. Чтобы смотрелось красиво. Любое может подать, конечно, вкусно. Но чтобы их подавать на таких красиво, правильно? Поэтому весь процесс называется готов. Берём соль. Естественно, у нас по полтора килограмма соль. Всё получилось. Для этого нам надо будет 33-35 грамма соли. Берём соль. На старший повод сам чувствует, сколько соль кидает. Пожалуйста, 35 грамм. Если всё у вас прожарит, по полтора килограмма. И аккуратненько перешиваем. Защищаем перелом соль. Прожариваем. Это всё получается. Когда морковку у нас жарится, он пожарен, но уже вялый, как вам становится. Вот мы идем в пластыре. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас идет последнее приготовление, у нас на руках опять же тот же зира, он дает очень такой запах вкусный, очень вкусный. Это именно для плова, а плов без зиры, это уже нас считает и не плов. Пожалуйста, берем крошку зиры и опять так же почесу стрелки, вот, пенеки я немножечко, пожалуйста, у нас такой запах пошел, очень вкусный волосом, и мы его уже начинаем. Проверяем, вот, понял. Все, последний процесс. Накрываем очень плотно коза, пиршечки. Там очень низкая температура уже, пойдет уже приготовлено рисо. Проверяем. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан!